Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодняшнее видео будет посвящено теме переезд по Норвегии, потому что, наконец-то, я рассчиталась со своей съемной квартирой, которая висела надо мной, как дамоклов меч, и могу вам уже с позитивом рассказать, как здесь все это происходит. Ибо хозяин квартиры сказал, что все отлично, ты хорошо убрала, помыла квартиру, мы с тобой в расчете, и вообще спасибо за то, что ты была прекрасным, квартира с съемщиком. Мне было это, конечно же, приятно слышать. И давайте же сегодня поговорим, обмусолим тему с переездом по Норвегии. Вы помните, я вам рассказывала, что квартира мне досталась очень дешево, потому что я ее нашла через своих друзей, а друзья через своего друга, он хотел сдавать людям не случайным, а вот именно знакомым, поэтому она мне обошлась всего лишь 3500 крон. Это, конечно же, без электричества, без телевидения, без интернета, но в любом случае квартира, можно сказать, была задаром. По нынешним ценам, по нынешним меркам, я была рада своему времени там. Но, конечно же, такая цена соответствовала и состоянию квартиры, ибо ремонт там был произведен давно, и мне в какой-то мере это сыграло на руку. Сейчас объясню, почему. Некоторые части этого видео я снимала еще в январе в процессе самого съезда и уборки квартиры, и вам сейчас будут оставлять все эти небольшие реплики в видеоформате. Итак, если вы съезжаете с арендованной квартиры, то вам за три месяца надо известить арендодателю о том, что вы съезжаете. Предварительно в вашем контракте будет описано, должны ли вы сдать квартиру в таком же виде, в котором вы ее принимали. Но это обычно оговаривается. И, конечно же, если там какие-то недочеты, то вы должны либо платить, либо произвести ремонт. Ну, в нашем случае все было проще, потому что, как сказал сам хозяин квартиры, что квартира слишком старая, чтобы там еще что-то там записывать. В общем, потом мы и разберемся. Я вам потом расскажу, чем это все дело закончилось. Я большую часть вот именно съезда отложила на январь, то есть на этот месяц. И, возможно, это была моя ошибка, потому что я в декабре смогла избавиться только от одного шкафа и от какой-то части посуды. И все. Но в один из дней мы с мужем приехали в квартиру в декабре, в конце декабря, и уже начали все, скажем так, потихонечку вывозить. Он начал разбирать шкафы в таком уже не очень приглядном состоянии, чтобы их продавать, либо кому-то вообще отдавать. Он начал их разбирать, сломать, вывозить. Что самое любопытное, что именно та стена, которая у меня была такая не очень хорошая в плане плесени, как вы предполагали, что за шкафом, конечно же, плесень была. То есть именно эта стена, которая выходила на улицу, была сырая. И поскольку шкаф там был прикреплен к стене, а это надо обязательно делать, чтобы он не упал, то, конечно же, плотно он довольно стоял к стене, и там такая была довольно обширная плесень. Просто вот вам такая вот заметочка, что надо все проверять. Буду откручивать сейчас своего любимчика. Соберу с собой, потому что этот мой любимый дракон из Беларуси, от белорусских кузнецов, поэтому его очень люблю. Ну вот, потихонечку начинаю откручивать тоже все шурупы и прочее, потому что здесь нам разрешили вбивать в гвозди и так далее, потому что квартира старая, не везде это разрешают. Ну вот я сейчас... У меня такая уже отвертка, такая древняя-древняя, вся уже покрытая. Но потихонечку начинаем приводить в порядок. У меня, конечно же, тут завалы пока еще, но процесс... Главное, что процесс пошел. Уже как-то виден свет в туннеле, потому что я когда еще раз сюда приехала, думаю, что вообще очень много работы. Хотя квартира небольшая, но вот видите, закломили, и всего хватает, не минималисты мы. Ну вот, я уже потихонечку отмываю стены. Плесень я хлоркой смогла отодрать, по крайней мере, временно. Потом она начала снова образовываться. Вот такой вот вид. Сейчас главное, конечно же, выбрасывать мусор. Далее. Все мы вывозим сами. Это хорошо, что в нашей семье машина на 7 мест, а нашей семье именно такая машина и нужна, потому что у нас много людей в семье. И, соответственно, если разложить сиденье, то, в принципе, места довольно много. То есть, муж вывозил мебель, разобранную на свалку, потому что в Норвегии, если у вас крупногабаритный мусор, или мусор, который вы не можете выбрасывать в обычные контейнеры возле вашего дома, то его надо вывозить в так называемые свалки, мелье парк. Они обычно называются. И за въезд на эту территорию надо платить, в зависимости от того, как у вас автомобили, если у вас прицепты и прочее. И там уже сортировать. То есть, пенопласт выкидывать в определенную кучу, стекло в другую кучу, дерево еще дальше. Электроприборы тоже в отдельную кучу, потому что электроприборы надо сдавать именно только туда, поломанные, например. При магазинах можно выбрасывать только батарейки либо лампочки. Все остальное вот именно на свалке. Едем на такую вот сортировочную станцию. Свалку, можно сказать. Цены зависят от региона. Например, у нас за нашу машину мы заплатили 90 крон, а уже под Ставангером цена будет 140, в зависимости от того, какой парк. Если был бы прицеп, то прицеп бы нам обошелся еще в 185 крон. Потому что, если и в машине мусор, и в прицепе мусор, то вы будете платить за два мусора. И цены, конечно же, будут расти в зависимости от габаритов. Выбрасывать здесь можно не все. Например, те же самые лекарства надо отдавать в аптеку. А также, например, остатки от фейерверков надо тоже сдавать в другое место. Но в большинстве своем все выбрасывается здесь. Есть разные зоны, куда все выкидывается. И все надо сдавать, если у вас есть пакеты, в прозрачных пакетах. Потому что часто выбрасывают опасный мусор в ту же саму электронику, в те контейнеры, куда-то делать нельзя. Поэтому сейчас рекомендовано все сдавать в прозрачных пакетах. На сайте коммуны написано, куда потом транспортируется этот мусор, где он перерабатывается, если у кого-то возникают вопросы. Ну, а мы с этой частью мусора разобрались. Можно нанять, конечно же, автомобиль, так называемый флюттабиль. Есть особые компании, специализирующиеся на переездах. Они могут, например, помогать перевозить офисы, могут освобождать жилье после смерти хозяина, так называемые от предметов. Могут произвести оценку, во сколько вам может обойтись. Но обычный час работы таких вот бюро стоит 1300 крон, 130 евро за час. В зависимости от того, какой объем работы, перевозки. Но, конечно же, это может упросить задачу. Также есть специализирующиеся бюро, либо компании, либо частично те же самые бюро по перевозке, которые могут вам предложить уборку, то есть профессиональную уборку помещения, чтобы квартиру привести в годное состояние. Обычно квартира в 50 квадратных метров вам обойдется в 5-6 тысяч крон уборка такой квартиры. Если 150 квадратных метров, то уже это будет примерно 10 тысяч. Но я слышала истории, что за дом такие вот компании, либо частные лица брали и 20 тысяч крон. Но тогда, конечно же, с них и спрос высокий, чтобы там действительно все было идеально. Но убирать я буду сама. Не такая у нас большая квартира, чтобы ее не отмыть. Но, конечно же, придется потратить на это усилие. еще еще такой момент, что, конечно же, вы можете также взять в аренду фургончик и на нем перевозить вещи. Обычно фургончик на день стоит, в зависимости от фирмы, где-то 1000 крон 100 евро в сутки на расстояние 100 километров. Они обычно распространяются, эти действия. То есть, такой вариант тоже есть. Как я и говорила, что мы приезжали полностью самостоятельно, не обращаясь ни к каким организациям. И, как говорится, хотя было сложно и тяжело, поскольку в январе меня практически не было по старому адресу, то есть, у меня были только несколько выходных для производства всего необходимого. Но мы справились, все сделали и вот уже благополучно с квартирой попрощались. Квартира у меня была без мебели, то есть, вся мебель была моя. Я ее брала либо у знакомых, они мне отдавали выушную, либо покупала самостоятельно, поэтому мне надо было избавиться от всего, оставить только можно было один шкаф. Также я оставила и стиральную машину хозяину, она была моя, потому что, ну, подумала, он был очень хороший человек, помогал по возможности, ну, вообще умница одними словами, поэтому почему бы не сделать хорошее дело. город Копервика также этот дом встретили нас хорошо, нам там было неплохо жить первое время, только когда уже мы сообщили о нашем переезде, дом взбунтовался и уже устроил, так сказать, мне последний месяц веселье. Ну, это, видимо, закономерность такая, домовая. еще такой момент, когда вы уже все рассчитали с квартирой, вы уже знаете точную дату вашего переезда, то вам, конечно же, надо сообщить об этом в нужной инстанции, а именно в фольке регистрах это, скажем так, реестр такой вот именно населения, он завязан также и с налоговой с Катитатен, все это делается по интернету, заходя на их страничку и за один день в принципе вас уже могут перевести на другой адрес. Это делается быстро, спонтанно и в интернете, без всяких хождений по мукам. Единственное, что, конечно же, не сразу вся информация распространяется по всей Норвегии, часто вам будет приходить почта еще на старый адрес, то есть, зная, откуда вам обычно приходит, например, фактура, вы должны эту организацию известить о смене адреса, потому что, как я говорю, не все происходит автоматически. У меня еще так бывало раньше, что даже, хотя мы по старому адресу не жили три года, но все еще письма из больницы приходили на почту моего бывшего мужа. Вот так вот интересно. Хотя во всех других инстанциях я проживала по другому адресу, поэтому на это обращаем внимание и за всем следим самостоятельно тоже. Такое вот сегодня было видео. Надеюсь, вам было любопытно, интересно, что-то полезное вы извлекли из этого видео и, возможно, кому-то оно поможет. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!